Уважаемые товарищи, дорогие друзья, последние годы стали временем серьёзного обновления ведомства. Сформирована современная правовая база, меняются подходы в работе с кадрами, оптимизированы центральный аппарат и региональные подразделения, заметно повысилась техническая оснащённость. Разумеется, трудно рассчитывать на мгновенные кардинальные изменения в такой сложной и многофункциональной системе, как Министерство внутренних дел. Да, и проблем накопилось, конечно, достаточно вы это хорошо знаете. Однако государства, а главное общество, люди ждут, что позитивные перемены будут идти с большей динамикой, приносить качественные результаты, ощутимые для страны и для граждан. Уверен, что и административный, и профессиональный, и кадровый потенциал для этого в Министерстве внутренних дел есть. Так же, как и для решения самых ответственных задач, в этой связи ещё раз отмечу чёткие действия сотрудников Министерства внутренних дел и внутренних войск отдельно в период проведения Олимпийских и Паралимпийских игр, а также универсиадов Казани. Уважаемые коллеги и друзья, хочу поблагодарить личность состав МВД, внутренних войск, обеспечивающих безопасность на этих крупнейших мероприятиях. Поблагодарить вас за профессионализм, ответственный подход, за дисциплину, за уважительное отношение к гостям, к болельщикам, к спортсменам, к жителям Сочи. Во многом вы не только обеспечили безопасность, но во многом и создали хорошую, позитивную атмосферу во время этих мероприятий. Вы наглядно показали возросшие возможности органов правопорядка, в том числе оперативность и чёткое взаимодействие с другими ведомствами и службами, с региональными властями. Считаю важным, чтобы этот позитивный опыт активно использовался и развивался дальше, в том числе при решении такой серьёзной организационной задачи, такого серьёзного организационного вопроса, как создание в Крыму и Севастополе подразделений органов внутренних дел на основании законодательства Российской Федерации. Сейчас мы только с министром разговаривали. Министерство совместно с администрацией президента подготовило соответствующие документы, указы президента, проекты указов для того, чтобы можно было признать воинские звания, выслугу лет, дипломы тем сотрудникам органов внутренних дел, которые раньше работали в Крыму и Севастополе. Нужно максимально, и это позволит оформить многих из них на работу, нужно максимально оперативно решить все вопросы с материальным и социальным обеспечением сотрудников органов внутренних дел в Крыму и Севастополе. Уважаемые участники коллегии, хотелось бы обозначить приоритетные задачи, стоящие перед МВД на ближайшее время и долгосрочную перспективу. Важнейшей из них остаётся защита законных интересов граждан, решительная борьба с преступностью. Отмечу, что в прошлом году продолжилась тенденция снижения числа зарегистрированных преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких. Такая динамика отмечается в России уже на протяжении семи лет. И это, безусловно, неплохой результат. Почти на 7% сократилось количество зарегистрированных преступлений против собственности, более чем на 10% число квартирных краж. Вместе с тем, общее количество преступлений остаётся значительным. Не удаётся пока и повысить уровень раскрываемости. В целом по России доля нераскрытых преступлений почти 44%. Обращаю внимание ваше на эту цифру. За ней и серьёзные криминогенные риски, и ущерб для авторитета ведомства, да и, собственно говоря, всей системы власти. Неверие людей в справедливость, в силу закона, в неотвратимость наказания для преступников. Нужно кардинально менять ситуацию, прежде всего за счёт повышения качества оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной работы. Причём на всех уровнях, от районного звена до центрального аппарата. Более эффективно выстраивать взаимодействие с другими правоохранителями структурами. И, конечно, необходимо своевременно реагировать на сигналы и обращения граждан. Нужно фиксировать и проверять их, не допуская проволочек, отписок, отфутболивания и тому подобного бездушного бюрократического отношения к делу, а то и прямого нарушения закона и служебных норм. Прошу руководителей всех уровней следить за этим крайне строго и тщательно. Важным направлением вашей работы остаётся декриминализация экономики, участие в создании здоровой деловой среды. Отмечу, что по сравнению с 2012 годом, в прошлом году почти на 20%, на 18% с небольшим, если быть более точным, сократилось число выявленных преступлений экономической направленности. Кстати, такие показатели прямо связаны и с принципиальными изменениями в законодательстве, в правоприменительной практике органов внутренних дел. Считаю, что и в дальнейшем мы должны последовательно ликвидировать разного рода поводы для необоснованного вмешательства правоохранительных органов в экономическую жизнь, в споры хозяйствующих субъектов. При этом прошу более активно действовать там, где под угрозу реально поставлены интересы граждан, бизнеса и государства. В том числе это рейдерство и незаконные финансовые операции, хищение бюджетных средств и коррупция. Здесь необходимы новые подходы, позволяющие оперативно выявлять подобные преступления на ранних стадиях, тщательно готовить доказательную базу. Ещё один приоритет – это обеспечение общественной безопасности. Прежде всего, снижение уровня преступности в общественных местах, на улицах, во дворах наших городов и посёлков. Серьёзным подспорьем в этой работе должен стать федеральный закон об участии граждан в охране общественного порядка. Он был внесён в Государственную Думу по вашей инициативе, и его цель – привлечь добровольцев, желающих помочь полиции в обеспечении порядка. Кстати, подавляющее большинство субъектов федерации подобные законы имеют, и они работают весьма эффективно. Серьёзные корректировки требует профилактика правонарушений. К этой теме мы обращались неоднократно, приложили немало сил для выстраивания соответствующей единой государственной системы. Вместе с тем очевидно, что её правовое и научно-методическое обеспечение должны в полной мере отвечать современным требованиям. И пришло время обновить ряд положений, составляющих законодательный каркас этой системы. Особое внимание уделить несовершеннолетним и людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Предстоит повысить эффективность работы участковых уполномоченных. Нагрузки, ответственность у них очень большие, а участок работы, безусловно, трудный и весьма сложный. Важно освободить их от несвойственных им функций, дать возможность больше заниматься прямыми обязанностями. И граждане должны, что называется, знать в лицо своего участкового, как это было в прежние времена. А участковые хорошо представлять проблемы в веренной территории и её жителей, включая тех, кто входит в так называемую группу риска. Обладать оперативной информацией. В ряде случаев такая информация позволяет быстрее вычислить преступников. Например, по статистике, практически в четверти раскрываемых краж личность преступника была установлена как раз именно с помощью участковых. Далее. Серьёзные риски связаны с неконтролируемыми миграционными потоками. Анализ данных за прошлый год показывает, что на 10% выросло количество преступлений, совершённых иностранными гражданами. Прежде всего, конечно, гражданами СНГ. Очевидно, что помимо уже принятых решений, призванных навести порядок в миграционной сфере, а я хочу подчеркнуть, что это не какая-то компанейщина, это наша серьёзная работа, нацеленная на оздоровление ситуации в этой области. Так вот, нужно продумать дополнительный комплекс мер для эффективной профилактики подобных преступлений, использовать совместные наработки, оперативную информацию и помощь наших коллег из стран Содружества. Такой же подход надо применять и в противодействии нелегальной миграции, налаживать более тесную координацию с органами безопасности, миграционной службы, службой судебных приставов. В первую очередь, для выявления и пресечения структур, организующих незаконную миграцию, особое внимание уделить приграничным территориям. Важнейшей задачей МВД остаётся борьба с экстремизмом. Статистика показывает, что за последний год подобных преступлений стало больше. И это серьёзная угроза всему нашему обществу. Уже говорил, и хочу вновь повторить, закрывать глаза, недооценивать экстремистские выходки от кого бы то ни было недопустимо. Ваш профессиональный долг – решительно бороться с любыми проявлениями ксенофобии, национализма, религиозной вражды, заниматься профилактикой экстремизма в молодёжной среде, использовать все имеющиеся правовые и организационные возможности Министерства внутренних дел, чтобы пресекать пропаганду ненависти и радикализма, в том числе в интернете или с помощью других информационных технологий и ресурсов. Вы, как специалисты, хорошо знаете, что существует прямая связь экстремистских и террористических группировок. И здесь МВД также должно активно работать с коллегами из других силовых ведомств и структур при координирующей роли Национального антитеррористического комитета. Хочу подчеркнуть, спрос со всех должностных лиц, отвечающих за антитеррористическую безопасность, будет только расти, только возрастать, с тем, что мы с вами, наконец, эффективно подавили в зародыши эту, безусловно, очень серьёзную угрозу для нашей страны. И ещё один вопрос, который хотел бы затронуть отдельно – речь о безопасности дорожного движения. Вы знаете, ужесточена ответственность за превышение скорости управления транспортом в нетрезвом состоянии. Принят целый ряд федеральных и региональных программ. В разы выросла и техническая оснащённость ГИБДД. Практически все основные трассы оборудованы камерами видеонаблюдения. Однако число ДТП не снижается. Больше того, почти на 6% по сравнению с 2012 годом, возросло количество ДТП с участием нетрезвых водителей. Их совершено свыше 13,5 тысяч. Очень тревожная статистика. Подчеркну, каждое такое происшествие нужно рассматривать как чрезвычайное. А к нарушителям – применять самые жёсткие меры, предусмотренные законом. И, конечно, нужно повышать культуру поведения на дорогах. К этой работе должны привлекаться как госорганы, как общественные организации, структура гражданского общества, так и средства массовой информации. Уважаемые коллеги, одним из ваших приоритетных направлений сегодня является кадровое укрепление МВД. Важно обеспечить системность в работе при назначении руководящего звена, принципиально подходить к профессиональным и личным качествам сотрудников всех уровней. Предстоит продолжить формирование и подготовку кадрового резерва, причём как на федеральном, так и на региональном уровне. При этом должна быть повышена внутренняя дисциплина и спрос с руководителей за действия своих подчинённых. Со своей стороны, государство продолжит создавать достойные условия службы в МВД. Будем и дальше оснащать подразделения современной техникой и транспортом, вооружением и средствами связи. Повышать денежное довольствие сотрудников, уровень их правовой и социальной защищённости. Вы знаете, бюджетные расходы на содержание МВД и внутренних войск в последние годы сохраняют положительную динамику. Отмечу и то, что в течение последних двух лет заметно выросло денежное довольствие сотрудников МВД. Острой пока остаётся жилищная проблема. Средства для приобретения или строительства жилья выделяются, и по мере финансовых возможностей будем наращивать возможности и этой программы. И в заключение хочу пожелать личному составу МВД внутренних войск успехов в службе. Уверен, вы будете и впредь добросовестно выполнять поставленные перед вами задачи. Благодарю вас за внимание. Успехов! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ